так ладно как мне сделать это где мой потише пожалуйста юлия где как мне это сделать я сейчас буду заниматься с психологом вот мы так что-то подумали подумали буду сливать душу 15 минут будем работать а потом вам кое-чего расскажу маску поменяю как у меня масочку поставить вот такую вот такую так ну чё как мне как мне это сделать а во да штак что прекрасно а ты натуральная вот так почему ты красивая я натуральная а как мне маску я могу даже что ты здесь маски испугается она разбежится скажет ой это она правда нет привет 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 я на самом деле к тебе такой просьбы вот что сегодня меня беспокоило я вот вам расскажу может быть кто-то себя узнает в этом и кому-то это даже очень пригодится потому что сегодня у меня такой назойливый вопрос уже два дня юля говорит что нет предела совершенства надо успокоиться отпустить ситуацию я тут занялась блогер сам чтобы ты поняла уже как два месяца ну вот последние наверное три-четыре дня когда мы освободились от работы юля стала мне помогать то есть буквально вот три-четыре дня мы какие-то ролики пишем узнаем монтируем в общем стараемся и короче я честно говоря нет не смотрела какое количество просмотров на ролики приходила у меня до этого то есть мы приходили я как-то так ну вот ну вот отпускаю ситуации все меня устраивало и просмотры хорошие и все и в общем а тут что-то я прям вот знаешь просмотрю и думаю блин выложила прям расстраиваюсь смотрю заходит людям нравится да то есть то и пишет хорошие такие комментарии обратную связь и мы с тобой это тоже там ты мне помогала прорабатывала там эти ситуации с текстом мне там очень помогала мысли выражать и все и я сейчас вот знаешь прям сижу и уткнулась в этот телефон и все обновляю 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 каждую минуту расстраиваюсь 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 а что раз почему расстраиваешься это же просмотры не такие которые я хотела и вот 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 что что мне с этим делать и потом думаю нет ну не буду переставать этим заниматься точно буду продолжать но прям вот это вот состояние у меня когда на подъеме вот допустим меня заходит видео и я такая счастливая матин я не знаю вообще прям на подъеме у меня все горит кипит а тут я прям чувствую что так хорошо слышно да у меня пропадаешь да вот а я сейчас перестала говорить у нас получается запрос что ты расстраиваешься что нет просмотров или ты расстраиваешься от чего именно я я расстраиваюсь сама не пойму от чего я расстраиваюсь что я этим занимаюсь и не вижу результата то есть того которого бы я наверно хотела но я а это какой результат который бы ты хотела за две минуты 500 тысяч просмотров но нет конечно не за две минуты но я не знаю может еще может еще кто посмотрит я еще не отслеживала как быстро за час у меня были просмотры которые тогда на старых роликах а сейчас я стала в это углубляться и говорю целый сижу с телефоном постоянно обновляю обновляю туда вот в этот телефон конечно надо отпустить ситуацию вот что это это что это во мне это неуверенность в себе слушай на прямом эфире на самом деле мне сейчас тяжело потому что я не знаю какие вопросы можно задавать все можно я готова насколько это экологично насколько это экологично спрашиваю давай все вот у нас еще с тобой есть десять минут прям по полной давай меня ну давай возьмем с того что я поняла сейчас правильно что ты не знаешь сколько было раньше просмотров правильно как они быстро доходили до того состояния которое меня ну как бы там уже устраивало нам сравнить не с чем правильно ну да я вот не знаю я это не отслеживала сейчас смотрю мне кажется как будто вот должно больше быть ну давай давай мы потом с тобой после вот этого прямого эфира мы с тобой потом стратегию продумаем чтобы они никто не знал это будет наш критик а сейчас давай поработаем над твоим состоянием тогда давай тебе комфортно будет то что там триста тридцать человек будет смотреть конечно мы же все вместе работаем то каждый может что-то свое увидит почему мне не комфортно мне комфортно я готова на то что хочешь хорошо ален давай тогда просто вот сейчас окунемся в эти чувства вот это вот чувство которое у тебя внутри оно какое назови его своими именами вообще вот не надо расстройство расстройство ты расстроена как это проявляется в теле я такая обмякала я все замечала я обмякиваю и такая вот прям думаю ничего не хочу делать и такая типа и обмякла хорошо а такое состояние и такое чувство оно было раньше когда у тебя или когда впервые или может быть ты можешь вспомнить какие ситуации да вот тоже если что-то не заходило у меня тоже так расстраивалась нет ну это если брать инстаграм а в жизни а в жизни я не могу понимаешь я в жизни все контролирую допустим в моей работе у меня не может быть так что у меня не получится потому что я для меня это сейчас тоже работа уже как два месяца да я стараюсь развиваю что-то там делаю пытаюсь там сам тут потому что здесь я видимо настолько уже в работа что я точно знаю что у меня сделать до конечного результата ну то есть у меня нет того просто надо допустим там больше стараться или больше а тут что делать я не понимаю то есть как какая вот это должна быть ну это нормально навыка нет мы же не родились блогерами да ну да такое новое направление это понятно что просто не хватает навыков а смотри получается что в сфере деятельности ты руки то не опускаешь да то есть получается не получается ты не расстраиваешься и обмякности вот это вот нет правильно то есть в сфере работы я все равно нет в сфере работы нет я помню мне так стало легче вот недавно последний раз я такая лежу и тоже так переживала столько было там прям просмотрено столько после гендерной вечеринки увеличились то есть люди смотрели и увеличилось и осталось и это хотела это удержать я думаю пойдем вверх и удержали у меня сейчас статистика почти в два в три раза выросла я очень рада и благодарна ну кто смотрит получилось и вот в какой-то момент переломный я так старалась я так старалась и я так так ко всему трепотно относилась и потом думаю так все успокойся вот суждено получится не суждено ну пойдешь волосы наращивать дальше и будешь ну ничего страшного что детей так часто не видишь как будто если ты была блогером то и детей видишь и то и все я вот с целью думаю да да пофигу пойду и встану и к станку и ничего и пак 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 у меня все построено пряди я знаю как крепить и волосы но хотелось бы какое-то новое направление тем более у тебя очень хорошо получается да да и хотелось бы с детьми больше времени проводить и плюс новое направление снимаете все давай вернемся все таки к чувству разочарования давай а в каких-то других сферах это у тебя наблюдается вот допустим там в отношениях может быть или там в хобби вот блогерство сейчас смеется 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 ну понятно у нас сессия не получается слишком много свидетелей нет нет сложно вышла уже ушла да она сама ушла она пошла смотреть на телефоне оттуда будет маяковать расстройство такое же еще у меня нет в отношениях да больше у меня даже не наблюдается у меня нет и они мне не нужны знаешь мне сейчас сложно на самом деле у меня такой первый раз что на нас все смотрят и мы тут с тобой хотим сессию провести понятно что она у нас не экологичная у нас как бы не очень получается тут наверное мы хотели что-то новенькое в блог да ввести а вот я на что сейчас намекаю на то что разочарование мягкость да когда ты не видишь того чего хочешь оно у тебя не произошло просто так да вот блогерством ты началась заниматься и вот все я вот обмякла и вот у меня разочарование нет скорее всего это в чем-то есть еще то есть этот навык он был приобретен а когда то есть в детстве может быть может быть ты что-то там рисунок нарисовала показала маме она не похвалила ну вот нам нужна вот этот момент знаешь я бы не хотела чтобы ты его тут озвучивала почему я сейчас пойму я так переживаю за тебя не переживай да хорошо я поняла сходство из детства такое же чувство сходство из детства да вспомнили ну я думаю что это что-то вот там что-то где-то не похвалили может быть не в той не в той мере в которую ты хотела возможно вот если мы в детстве вспомним что что-то там допустим хотела сделать или сделала но не получила той отдачи и от кого от мамы от папы от папы от папы от папы от папы мне на самом деле вот это кажется вот у меня умы говорим про папу я сюда плачу это на самом деле я все время слезами прокрываю за руки какой-то капец мне все хорошо это капец все мне Господи заговорили за папу тебе стало как? все больно? внутри? мы с тобой вроде начинали прорабатывать но все равно цепляется я все время смехом закрываю убегаешь да ну больно значит может быть и не получается да тут так ну отношения мне кажется мне с мамой с бабушкой прекрасные отношения но не не клеится с папой не клеится с мужчинами я не понимаю ну папа это первый мужчина в жизни каждой девочки папа это мир целый мир для девочки пойдем пойдем может быть этот пойдем там закрепим вот ты понимаешь я противный психолог я не могу с тобой вот чтобы это видели все а мы там чтобы а у кого такого бывало у нас меня все страничка смотрят у кого такого не было ну вот у кого папу кто-нибудь в детстве не бросал я долго кстати у меня в основном мне даже 16 лет во здесь время клокотала а потом ты думаешь что ну 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 ты понимаешь что ты не виноват ну ты кажется ну тебе кажется что тебя не любят ну тыney Я морально понимаю, что ты не виноват в том, что так произошло, но ты понимаешь, что тебя не любят, и вот у тебя вот это вот здесь сидит, что тебя не любят. Он ведь тебе не говорил словами? Это такое понимание у тебя внутри, да? Твое понимание, что... У меня были вещи, которые я там в подростковом периоде такое творила, и как бы там, ну, я, по-моему, на меня просто папа смотрел так, ну, что этого было достаточно, чтобы понять, что даже общение как-то ушло. А потом мне уже было все равно, творила, что хотела, пока сама за голову не взялась, не поняла, не поняла, что кроме тебя, наверное, никто не поможет в этой жизни. Ну... Вот с одной стороны кажется, что то, что вот у моей девочки, они видят своих отцов, может быть, нет такой привязки, я не понимаю, вот им без разницы вообще. Ну, может одно и к лучшему, может не к лучшему, я не знаю, вот просто когда ты, может быть, с этим жил, там, до пяти, до шести, сколько, восемь лет мне было, он ушел. И потом год я думала, что он ко мне, ну, вернется, потому что мне сказали, что он переехал поближе к работе, а потом он, ну, не вернулся, и тут у меня случился припадок. Потому что я его ждала, целый год. И потом все, и как-то отпустила. То есть вы не поговорили, да, получается? Он просто пропал, у вас не было разговора именно. Он приезжал, нет, просто сказали, что он переехал поближе к работе. А потом... Именно он, именно он, с ним был разговор? Вот не помню. Ну, короче, это что, у меня все от папы, все равно все не такое. Потому что я вот сколько помню, у меня всегда хорошие отношения были с бабушкой, с мамой, это вообще было просто. И у меня было детство, у меня было прекраснейшее детство, реально, я счастлива жила, счастлива. Я ничего не могла сказать, ну, вот тут затык, вот он, пожалуйста, я не знаю. Его, наверное, надо прорабатывать, потому что мы с тобой как только начинаем, ты посмотри, у меня одно слово, все. Ну, да, больно, цепляют, да. Там что-то однозначно есть. Ну, вообще, у нас, в принципе, мы должны родители проработать, чтобы у нас в жизни было все замечательно, а нам, родители-то, надо проработать по большому счету. Мы с тобой сразу капитально копнули. Короче, хотели чем-то помочь. Хотели просто пообщаться. Кстати, давай тогда скажем про то, что у тебя есть и курсы, вот мы с тобой постоянно онлайн занимаемся, и сейчас опять с тобой папу будем прорабатывать. И еще и онлайн занятия, я сейчас, кстати, оставлю. Сохранишь эффект, имеешь? Ты сейчас как вообще? Давай сейчас от тебя лучше. Ты как? Я хорошо понимаю, что все равно мне надо это проработать, потому что все равно не проработано. Ну, на самом деле, прорабатывать нам придется всю жизнь. К сожалению, вот эти вот травмы, которые мы получили до трех лет, да, это самые основные. Потом, когда у нас уже был период подростковый, мы там тоже характер свой демонстрировали. Не каждый родитель мог это выдержать, да, достойно. То есть нам это прорабатывать всю жизнь. Просто мы можем более осознанными стать и научиться отслеживать триггеры, где включаются, да, там что-то с мамой, с папой, и к этому человеку в нашей жизни сегодняшней. Это никак не относится, да, то есть это что-то про меня. То есть мы можем более осознанными стать. И вот мой курс, который у меня, он именно про то, чтобы ты увидела, что с тобой происходит. Почему ты в отношениях так себя ведешь? Почему с работы так? Почему вообще реагируешь на какие-то ситуации именно так? Но вот именно чтобы мы проработали вот так вот маму и папу, ну, нет, это, конечно, на это уйдет вся жизнь. Просто вопрос, насколько ты уже будешь остро на это реагировать, где ты уже, ну, комфортно ведь, когда ты уже понимаешь, да, что ты сейчас с мужчиной вот так разговариваешь, да, потому что ты, допустим, у тебя проекция произошла, ты воспринимаешь его как папу, да, это же не папа и это не мама твоя, да, то есть мы можем и как маму воспринимать партнера. Ну, то есть мама что-то говорила, там, как-то себя вела, и вот он повел себя так же, и у тебя мозг такой, бац, ага, типа, мама, да, вот сейчас буду мстить, да, как бы тут там мстить не надо, надо уметь комфортно разговаривать, вернее, экологично разговаривать с партнером. Это все навык, 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 на это нам, чтобы мы приобретали новые навыки, нам целая жизнь дана, чтобы скучно не было. А то, представляешь, если бы было все хорошо с родителями, что бы мы сейчас делали? Мы бы никому ничего не доказывали, ничего бы не достигали. Мы бы такие лежали где-нибудь на одном острове, а остров маленький, там все не поместятся. Ну, еще отношения, конечно, как, к чему мы относимся. Ну что, у нас 15 минут вышло, Ален, мы сейчас с тобой продолжим, пока, чтобы нас никто не видел, а то я очень не переживаю за твое состояние, хорошо? Все, я тогда отключаюсь, а как мне отключиться? Я же тут такой, этот, пользователь. Или ты, наверное, отключишь меня, да? Это как делаешь? Пою, не знаю. А ты тоже такой же пользователь, как я, да? Я такой же, как я попробую. Сейчас я попробую. Попытка, не пытка. Так, я тоже буду пробовать. Так, я вас всех люблю. Все, кто с нами побыл чуть-чуть. Все, кто с нами побыл чуть-чуть.